Доброго дня, хлопчики, с вами Даблган. Как вы, возможно, заметили, я люблю играть в игры, которым уже 10 плюс лет, и рассказывать о них потом в своих убогих видео, потому что я больше ничего толком в жизни не умею. И, эй, сегодня как раз такой день. Поговорим про серьёзного Сэма 3 спустя 11 лет, и как он что называется в плане секса. Три сиськи? Две пушки! Немного историй. Серьёзно, Сэм 3 вышел в 2011 году, и был, с одной стороны, довольно архаичной игрой, потому что мясошутеры практически умерли к тому моменту, но, с другой стороны, имел в себе модные фишечки шутеров тех лет, типа прицеливания, спринта и то, чего никто не ждал, прости господи, перезарядка, которая многим до сих пор спать спокойно не даёт. И тогда эта игра воспринималась действительно как современная игра. Графика, пусть звёзд с неба не хватало, но была вполне в духе своего времени. И местами эта игра, даже не побоюсь этого слова, красивая. Шейдеры воды в третьем серии Усенжен были крайне симпатичные, хоть это и простые кубмапы. Растительность реагировала на взрывы, колонны и останки стен в руинах разрушались, ящики, стулья и доски пробивались кувалдой, а сама кувалда... Ммм... Превращать ей пришельцев в фарш почти так же приятно, как пердануть в лицо Стасу. Ставь лайк, если это твоя мечта детства. Это лучшее оружие ближнего боя из всех, что были в Сэме, и откат к ножу в четвёрке, и это, по-моему, просто позор. Как и то, что в тройке был более эффектный ближний бой. И в целом тогда это было в новинку, хоть он и был весьма ситуативным. Тем более тут был сюжет и даже постановка. Так что игра выглядела действительно как боевик. Для серии это было действительно свежо. Для игр того времени в целом ничего необычного, но тем не менее выглядело более-менее органично. Мне эту игру на диске купил батя на радиорынке по моей же просьбе зимой 2011-го. У меня тогда, представьте, не было интернета. Эх, счастливое детство. Зуммерам не понять. По воспоминаниям, игра вызывала даже какой-то вау-эффект, хотя в то время впечатлить меня было намного проще. Тем не менее, я действительно был рад, запустив её первый раз. Правда, что в игре были довольно хитро спрятанные настройки графики, так что в первый раз игру я проходил примерно в таком виде. И только спустя какое-то время, когда я решил её перепройти, я нашёл это просто неебическое количество настроек графики, и это безусловно плюс. Но какого хрена разрешение экрана и разрешение рендера это разные настройки в разных менюшках в игре 2000-блять-одиннадцатого года? Однако, помимо всплеска положительных эмоций, было также некое чувство, что после второй части Сэм 3 сделал некоторые шаги назад. И да, я знаю, что некоторые люди не переваривают второго Сэма, но если вы не уважаете моё мнение, значит я не уважаю вашу мать. И мне поебать. Вообще, для видео я даже не перепроходил игру полностью, потому что последний раз сыграл в неё не более чем год назад. И в целом очень хорошо помню, что да как за мои неоднократные прохождения, как в соло, так и в коопе. Так что сейчас, чтобы освежить память, мне хватило нескольких уровней, в том числе финальный на сложности Сэм. Причём делал я это не в оригинальной трёшке, а во фьюжене, которая имеет некоторые отличия, в первую очередь в балансе, о которых чуть позже расскажу. В своё время игру критиковали за довольно вялое, затянутое начало. Частично я с этим согласен. Первый уровень при этом я считаю шикарным. Разбиваем лица кувалдой, стреляем из камикадзе по пистолетам. Уровень насыщенный и в нём довольно много крутых постановочных моментов. Блять, нахуя они взорвали заброшенную хрущёвку? Вот реально, зачем? Из которых, безусловно, самый кайфовый вот этот. Кстати, впервые я поставил тут оригинальную озвучку и заметил, что игра слов и шутки частично теряются в переводе. What ever, это ожидаемо. Удивительно то, что на моей памяти саундтрек в третьем сэме был немного слабее остальных игр, но сейчас, запустив игру, я реально от него кайфанул. Он потрясен. Особенно в этом плане мне нравится уровень мощь подземного царства, где музыка и погодные условия создают потрясающую атмосферу. Да и остальная, в общем-то, тоже крутая. Руки тоже очень даже сочные. Играя в наушниках, чётко слышно, где, откуда, какой враг на тебя нападает, а взрывы толп в камикадзе... Бесценно. Блять, у меня кошка бесоёбит. Не могу, кстати, не отметить внешний вид игры. Локации богаты на мелкие детали и выглядят довольно чётенько. Несмотря на то, что мыльных текстур тут довольно много, бамп и параллакс делают своё дело. С точки зрения дизайна, да. Первый уровень это, конечно, типичный милитари-шутер, потому что ассеты из невышедшего тактического шутана. И тесные улочки для Сэма всё-таки не слишком подходят. Второй уровень... Эт пиздец, хуита, хуетень, поебень. Худший уровень в игре. Медленный, тёмный, душный и ещё и запутанный. У него есть секретный срез, но туда надо запрыгать, и это сложнее, чем не шутить про Стаса хотя бы одно видео. Дальше игра потихоньку разгоняется, если не считать очередной духоты с боссом-вертолётом, которого надо убить из ракетницы. Но по-настоящему игра раскрывается с появлением корабля пришельцев. Вот это была действительно крутая схватка. Ну а дальше чисто старый добрый Сэм. Тоже Египет, тоже толпы монстров, тоже оружие. Помните, я говорил, что в каком-то смысле она ощущается как шаг назад после второго Сэма? Да прекрати бегать, блядь. О чём я говорю? В Сириус Сэм 2 было нереально большое количество уровней, пусть и не в среднем короче. Нереальное разнообразие локаций. Там был транспорт, турели, шутки про говно. Многие враги были абсолютно новыми или же сильно переработаны. Большое количество уникальных боссов. Проблема в том, что Кротин кидает в крайности. Во втором Сэме они переборщили с юмором и мультяшностью. И немного потеряли темпы игры, что многим не понравилось. Третья часть же сделала попытку вернуться к истокам и вернулась к ним слишком сильно. Количество и разнообразие уровней заметно сократилось, ссылаясь на Египет из первой части. Монстры тоже были почти все оттуда же. Все боссы кроме корабля и муксанга были рядовыми врагами, как это и было в первой части. И честно говоря, такой подход мне совсем не нравится. А еще я ненавижу фрикадельки в супе. И к тому же игра стала слишком серьезной и серой. Звучит странно, да? Но серьезный Сэм по факту нихуя не серьезный. Баланс они более-менее нашли в четвертой части, только при этом забыли игру вообще доделать. К слову, после сервиса М4 и сибирской тусовки, тройка кажется в плане геймплея, конечно, более простенькой и дубовой. Но при этом, в отличие от них, трешка на удивление целостная и работающая игра. Тут нет поломанных анимаций, дырок в текстурах и старых ассетов из игры десятилетней давности. Несмотря на ее идеологический откат к первой части, она чувствуется как совершенно новая игра, чего нельзя сказать про четверку, несмотря на их огромную разницу в возрасте, потому что даже система освещения в движке с тех пор, по сути, не изменилась. Отдельно я хотел бы поговорить про противников и оружие. Тут у нас в целом стандартный набор, но есть пара новых приколюк. Сиранский браслет, который скорее игрушка и универсальный ключ, чем серьезное оружие. И дегастатор, а.к.а. пустошитель, а.к.а. Типпи. Очень кайфовая винтовка с разрывными снарядами. Пожалуй, лучшее оружие в игре. Лазерган и снайперку сделали зачем-то секретным оружием, которое даже если найти, на него будет чудовищно мало боеприпасов. Насладиться ими дают только в DLC Жемчужина Нила, где еще и рептилоидов вернули. Ну и вышеупомянутая кувалда. Остальное оружие классическое, только гранатомета не хватает. Из новых врагов тут были Хнумы и клоны, которые, очевидно, были наработками для Ит Софтвер и нового Дум. А также довольно раздражающие ведьмы Архимана. Сука, членовредительница! Да сгорит твоя жопа в аду за все твои прегрешения! Ну и, конечно же... Босс, мать его, вертолет! Но есть еще одна деталь. Клиры. Они, блядь, совсем ебанутые тут. Ты можешь пукать из своей двухстволки сколько хочешь. Этим костяным выблядком поебать, потому что умирают они только от выстрелов притык. А прыгают они в этой части, как объебанные мангусты. На три километра вперед себя. Это при всем при том, что они так же само запускают в тебя свои анальные шарики. И когда их слишком много, от них не так уж легко уклониться. И особенно много этих костяных пидорасов в последнем уровне. Страж времени. Честно, не знаю, как относиться к этому уровню. Очевидно, что он хотел быть вторым великим собором, но немножко не получилось. Да, это тоже своего рода большой коридор с эпической музыкой. Просто он выглядит... Это скучный серый каньон И из-за чего эпичности как-то не чувствуешь Врагов тут кстати очень много И этот уровень стал для меня настоящей болью Потому что в оригинале тут была пара ящиков с бесконечными ракетами А во фьюжине их нет И мне не хватало патронов Охуенный баланс Одному его конечно заебисто проходить Но вот в коопе он чувствуется довольно таки классно В конце же нас ждет Схватка с ним довольно круто выглядит Но вот закидывать великого воина Уксана арматурой Это какая-то странная идея Ну так уж и быть 3 с плюсом за старание Касательно остальных изменений фьюжина Относительно оригинальной игры Если не считать каждое мелкое изменение в движке Визуально это гораздо более детальные тени С фирменной ублюдской фильтрацией Которую я советую выключить У меня ли некоторые звуки пушек Размеры магазинов Чет в секретах И такие вот правки в балансе Оставлю в описании ссылку на видео Со всеми различиями Если вам это почему-то интересно Что сказать в итоге Sirius M3 выглядит почти как ААА своего времени Да, его выдают кривые анимации И примитивность кат-сцен Сэм постоянно куда-то идет И с кем-то разговаривает А все персонажи носят очки Чтобы не делать дополнительную мимику лица Но тем не менее Все ее несовершенства Были простительны тогда Особенно с учетом Что ее делало 15 человек И спустя столько лет Она все еще воспринимается Как вполне нормальная игра Своего времени Которая еще неплохо играется И я был не против Снова ее потрогать Как и свою сестру Шутка У меня нет сестры А жаль Как же будет ощущаться Sirius M4 через 10 лет Мне даже страшно подумать Потому что она во многом Осталась там же В 2011 Так что Кратим Прежде чем делать нового Сэма Пожалуйста Добавьте уже глобальное освещение В движок И наймите наконец-то На работу человека Умеющего работать С анимацией людей А также Ну на самом деле Этот список довольно длинный Всем спасибо за просмотр Я напоминаю У меня есть ТГ канал Где я пишу посты Про любовь к трамваям Ставьте памятники Билли Херрингтону Ну и лайки тоже Подписывайтесь на канал Наша цель Тысяча детей даблгана До нее еще далеко Но я в вас верю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok